Крупное ДТП в столице. Сегодня в 9.14 на пересечении проспекта Кабанбай-Батыра с улицей Оладала автобус пригородного маршрута номер 303 столкнулся с автобусом 12 маршрута. Затем по инерции произошло столкновение с автобусом 53 маршрута и каретой скорой помощи. Все эти машины стояли на перекрестке. Сейчас на месте ЧП находится Динара Жан-Батырова. Она знает последние новости. Передаю слово ей. Здравствуйте, Гульнара. На пересечении улиц Кабанбай-Батыра-Батырова движение уже полностью восстановлено. Буквально только что эвакуатор забрал покорешенный автобус, свадьб помыт, все последствия аварии уже ликвидированы. Возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование. Вот что по этому поводу говорит официальный представитель МВД Нурдиндау-Рас. Автобус ехал с огромной скоростью, после чего врезался во впереди стоящий. На данный момент два человека погибло, многие получили травмы. Точной информации по количеству пострадавших нет. Дело возбуждено. Работы по выяснению причин дорожно-транспортного происшествия ведутся. После проведения расследования мы предоставим дополнительную информацию. По предварительной версии ДТП, либо водитель не справился с управлением, возможно ему стало плохо, он потерял сознание, либо отказали тормоза. На данный момент известно о двух погибших. Это мужчина 303 маршрута и женщина 26 лет, пассажирка этого же автобуса. Напомню, что авария произошла в 9.14 утра. Как раз в это время в Останчане ехали на работу. И вот что говорит один из очевидцев. Мы вышли, сломали окна, стекла разбили, всех вытащили. В том, чем мог, помог. Много пострадавших было из пассажиров, в основном из автобусов. Меня задело, да. Я посередине стоял, между двух автобусов стояла скорая помощь. Вот из-за сильного удара скорая помощь опрокинула налево, в мою сторону. По официальным данным известно, что пострадало более 25 человек. Все они находятся во второй городской больнице. На первой медицинской помощи были задействованы более 20 бригад автомобилей, в том числе около 30 врачей. Полностью работа клиники перестроена. Все спасают пострадавших. При необходимости будут привлечены и врачи других научных и национальных центров. Пострадавшим и родственникам, и пострадавшим сейчас оказывается необходима психологическая помощь. Пока, на этом пока все. Гульнара. Спасибо. Это была Гульнара Жан Батырова.